Михаил Требин у нас в гостях. Как вы понимаете, это мануальный терапевт и постоянный эксперт нашей программы. Здравствуйте, Михаил. Конечно же, если вы видите его, понимаете, будем говорить, как-то это все связано с осанкой и с нашим вообще позвоночником. В целом, как подобрать обувь на каблуке без вреда для здоровья. Ну и тут стоит начать с того, что есть ли вообще какая-то безопасная высота каблука? Безопасная высота каблука до 5 сантиметров. 2-3 сантиметра идеально. Ну а шпилечки вот эти, это кратковременный выход куда-то? Шпилечки кратковременные, это час, ну максимум два. То есть надо понимать, что шпильки это в первую очередь вечно вязаная реклама. Тот же Кристиан Лабутен, наверное, продвигает свою продукцию в любых голливудских фильмах. Красивая девушка, одетая на стройную ногу каблуки, но абсолютно не физиологичная. И эти мифы как бы о том, что вот этот каблук нужен, они пошли как бы с древности, да, и опираются на самые банальные инстинкты. То есть раньше, когда супружеские пары строились, кого поймал тот и жена, да, вот, девушка, которая была длинноногая, она была более желанная добыча, она быстрее бегала, за ней надо было гоняться. Вот, и оттуда стереотипы такие в голове остались, что это более желанная добыча. Вот, и да, и вот этот инстинкт, это память тканей, память предков, да, она до сих пор эксплуатируется, да, что длинная нога, это вау, как здорово. Надо искренне одет этот инстинкт. Но, Миша, есть же такие девушки, женщины, которые, несмотря на свой возраст, еще до сих пор не научились ходить на каблуках. Да, да, да. Ну, то есть у кого-то не получается, ввиду разных особенностей, да, и причин, кому-то невероятно доставляет дискомфорт уже после, там, 20-30 минут, даже те 5 сантиметров, да, здесь же нужно еще правильно держать, наверное, осанку, потому что, когда девчонки надевают каблуки, они сами по себе становятся равными, такими грациозными цаплями, да. Тело падает вперед, вот, и поэтому перенапрягаются абсолютно разные отделы, которые стараются удержать позвоночник в более прямом положении. Да и равновесие тоже. И равновесие, да. Ну, на самом деле каблуки, как бы, вот, даже если с точки зрения травмоопасности, достаточно вещь травмоопасная, то есть у нас неустойчивая голяшка, да, то есть подвернуться может нога спокойно. И травма вот этих голеностопов у женщин достаточно частна, да, и падение на бедро, там, на ягодицы, битые копчики, это все, как бы, тема, с которой потом обращается к врачу, даже вот в этом плане. Даже не то, что, там, перегрузка переднего свода стопы, там, формирование перечного плоскостопия, палец, шишка, да, вот все. Это при долгом ношении, ведь надо признать, что все-таки девушки и женщины надевают такую обувь либо в офисе, где нету, ну, опасности у пати, или упасть, или запнуться, да, потому что на улице в шпильках редко увидишь, ну, если только там из такси до какого-нибудь ресторана, например, да. Ну, молодые бывают экспериментируют, знаешь, по гололеду очень смешно смотрятся. Ну, по гололеду это отдельная тема, по брусчатке по той же, это же тоже неудобно. Ну, здесь давайте, знаете, какой, а может это и не так вредно, ну, напряглись у нас другие мышцы, чем это вообще чревато? Они долго находятся в тонусе, и тонус этот нефизиологичный, то есть стопа, что прежде всего? Стопа это амортизатор, амортизатор, который распределяет равномерно нагрузку, то есть ударную волну, которая идет при ходьбе в сторону головы, и она гасит эту нагрузку. То есть когда мы заваливаемся вперед на передний свод стопы, начинают страдать колени, начинает страдать таз, эта ударная волна доходит вплоть до шеи головы, то есть превращается перегрузка, да, то есть прогибается позвоночный отдел, поясничный отдел позвоночника вперед, перегружается таз, яичники там буквально к тазу прилипают, это еще один негативный момент, да, то есть формирование каких-то гинекологических тем, там, варикозного расширения вен, из ходьбы начинают активно выключаться ягодицы, создаются условия, что понедрябле там их дополнительно надо приседать, качать, вот, поэтому там на самом деле негатива намного больше, то есть кратковременно, да, но здесь есть накопительный эффект, накопительный эффект. Вот смотрите, Саженька сегодня у нас в таких легких кроссовочках, я даже представляю, как у нее там комфортно лежит стопа. Ровно и плоско. Да, но когда девчонки надевают туфли, особенно с острым носом, да, у нас же с пальцами там происходит группировка вот такая вот, да, насколько это не полезно? Вот мы как раз и говорили, то есть вот в узкой обуви на высоком каблуке, как на картинке, да, как раз создаются идеальные условия, то есть буквально стопа выворачивается, перегрузка передних отделов стопы, нагрузка вообще непропорциональная туда растет, и как раз формируется не только поперечная плоскостопия, вот, халюс вальгус, да, вот этот знаменитый, и у мужчин это бывает, но очень редко, очень редко, у женщин, сами знаете, оперативное вмешательство по этому поводу достаточно часто, а это как раз основная вина, вот, если еще и масса тела побольше, нагрузка вообще возрастает непропорционально. А есть разница, шпилька эта тонкая или прям толстый колокольчик? Ну, шпилька еще большую неустойчивость создает, да, то есть вводит... Эффект тот же? Да, в дополнительный гипертонус здесь, 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 да, перегрузка все время вот стоит. Здесь еще вот какой момент, то есть мышцы, которые находятся на голени, вот там комбаловидная мышца есть такая, эти мышцы работают как насос, помогая сердцу поднимать кровь из ног в голову. Когда этот насос буквально выключается, создаются условия для пониженного давления, для вот этих вот всех вещей, вплоть до обморока, то есть, ну да, поэтому... Короче, если на работе такое случилось, снимайте скорее, да, туфли? Да, либо хотя бы делать самое легкое упражнение, да, когда мы растягиваем ахиллово сухожилие. У людей, которые долго носят каблуки, ахиллово сухожилие укорачивается, оно ссыхается в буквальном смысле, а это мощнейшая рефлекторная зона. Через ахиллово сухожилие на стопу выходит около 70 тысяч нервных окончаний. Все, наверное, эти картинки видели, как на стопе органы распределяются, да, то есть, какое там напряжение будет, какое рефлекторное воздействие, точно нехорошее. Поэтому, если уж носите каблуки, то есть, делайте обязательно упражнения для свода стопы, точно такие же, как при плоскостопии, это когда хождение на гальке по неровной поверхности, хождение так, 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 то есть, отдельно на носках, отдельно на пятках, то, что я показывал, то есть, хотя бы какие-то элементарные вещи, да? Ну, вот смотрите, если я выберу, например, толстый каблук, он высокий, но он такой устойчивый. И еще и застежечкой. У нас девочек бытует такое мнение, что вот, когда ты без застежки, ты немножко пальцы подгибаешь, чтобы держать туфли, чтобы они не свалились. А здесь вроде бы... Как обезьянка, да? Немножко, да, есть такое, и потом из-за этого еще мышцы сильно болят. А, значит, вот если он ко мне пристегнут, этот каблук, он толстенький, удобный, вроде как даже ступинатор, как он правильно производится, называется, вроде бы, ну вот как будто все равно... Да, вывернут. Нет, это лучше, это лучше, чем шпилька, вот. Если еще дополнительно вставить туда какую-нибудь ортопедическую стилечку, либо хотя бы силиконовые вкладыши под те места, где образуется мозоль, то есть где давление, потому что механистические напряжения там достаточно сильные, травматизация идет, особенно там летом, в узких туфлях, как здесь написано, то есть дополнительно силиконовые вставки сделать, хоть какая-то профилактика. Вот по поводу узкой обуви. Случалось ли вам, допустим, что среди ваших пациентов были балерины? Там же тоже очень часто... Из-за большого количества проведенного времени в пуатах, там, ну, физиология полностью нарушается, да? То есть очень часто прибегают даже к операциям, да, чтобы каким-то образом изменить стопу. Что там происходит в моменте вот... Ну, то есть, да, человек фактически ходит буквально на носках, то есть мощнейшая травматизация как бы с выворотом стопы, да, и там же стопа волочковой, которую она бесперерывно там показывает у себя в Инстаграме, это как раз вот типичнейший пример травматизации. Стоит она того или нет, с точки зрения врача, конечно же, не стоит. Ну, в целом надо беречь ножки. Ну, конечно, и если в офисе ходите на каблуках, снимайте их, да, размяли ножки, потрогали палочки... Удобная обувь не может быть дешевой, то есть купить какие-то босоножки на распродаже за тысячу рублей не факт. То есть многие фирмы копируют хорошие бренды, которые делают ортопедические стельки, удобность, ну, они копируют только форму, то есть, как правило, у них внутри подошва простая, дешевая, поэтому лучше потратить деньги и купить какую-нибудь хорошую фирму с нормальной, хорошей ортопедией, то есть в плане здоровья это будет огромный плюс. Но тут, девочки, давайте вспоминать, мы с вами знаем эти правила. Красивое нижнее белье должно быть дорогим, и туфли должны быть дорогими, и будет нам счастье. Интересно.